Господи, добираться сюда! Такой гемор. Я надеюсь, что это здесь. И я надеюсь, что это быстро закончится, если честно. Так, кстати, огонь можно уже поменять. Вампиров больше нет. Слава богу. Ну да, я так понимаю, это просто такое же двеймерское... О, тут даже какой-то артефакт лежит. Да хрен там. Таким меня не возьмешь уже. Так, ну-ка, какие-то сокровища. Все на продажу. О! Все заклинания разрушения стоят на 20% меньше. А это даже как будто бы выглядит эффективно. Подожди, это будет вместо чего? Ну-ка, секунду. Это, по идее, будет вместо диадемы, да? Блин, ну смотри, на 3... Либо, извините меня, на... Где оно? Либо, извините меня, на 20% разрушения. Что-то мне... А, ну это, да, это вместо маркея будет. Окей, тогда... Тогда не важно. От маркея я отказываться не хочу. Так, луки наносят больше урона. Камень... Блин, какое... Какое симпатичное место. Нужен ли этот молот? Как будто бы нет. Как это активировать? Просто подойти. И он светит, я так понимаю, да, просто в третий бюст. Которому, между прочим, отсюда... Блин, я настолько бесстрашный, интересно. Я хочу кое-что попробовать. Подожди, насколько это далеко? Ну, это, типа... Это, да, это вайтран. Это вообще нужно будет бежать сейчас пешком сюда. Даже ближе к Хелгину. Ну, просто у меня есть, короче... Потенциальный способ очень быстро отсюда спуститься. И, возможно, даже далеко пройти. Я не знаю, короче, как это сейчас работает. Надеюсь, что Slow Fall как-то... Будет действовать какое-то время, да? Теперь смотри, значит, на скорости. Полетели. Я думал, чуть-чуть будет поэффективнее, но ладно. У меня два плаща на мне, что ли? Подожди, не могу понять. Они... Да, они... Господи, почему он не снялся? Странно выглядит. Так, ну давай. Потом еще... Ну, да так, тупо все равно поперемещу. Все элементарно. Здесь есть скамейка, которая сейчас... Кстати, может быть, отвезет меня сразу в Ривервуд. Здесь же наверняка можно... Фолкрит, Хелген, Айворстед. В Хелген... Ну, в Хелген, наверное, не стоит. Давай в Ривервуд. Прямо отсюда. Это же как раз, получается, ближайшая деревня. Оттуда добегу до... До... Билса Снежных Эльфов. И нужно будет обратно вернуться к Вайт Рен. Но там пешком... Вполне... Вполне добежать можно быстро. В Ривервуде, может, еще передохну нормально. Хотя, в принципе... Все более-менее стабильно. Я надеюсь, что Манускрипт так или иначе... Будет что-то давать магическим умениям. Именно магическим. Потому что Наби расписано так, как будто это просто что-то... Невероятно крутое. Ты издеваешься. А, ну да, я же около Вайт Рена, как я мог забыть. Как я ненавижу эту штуку просто. Да не, подожди, не так. Вот так. Так, мать, пойдем. Значит, в какую сторону? О, это еще и... Ближе, что ли? Ну, это тоже где-то в горе? Тут есть тропинка. О, господи. Я уже думал, опять что-то агрессивное. Как я ненавижу это место. Как я ненавижу округу Вайт Рена за то, что вода всегда просто происходит. Волки. Отстаньте от меня, волки, пожалуйста. Умоляю. Все равно же не догоните. Камни-хранители. Волки, по-моему, даже не только волки. Сейчас я не понимаю. Как будто бы бегут. На всякий случай надо подготовиться. Давайте. Где вы там? Или не хотите? Не хотите, как хотите. Так, камни-хранители. Знак вора. Амулет вора. Способности вора увеличиваются на 10. Это нужно в музее. Проблема в том, что это абсолютно не имеет никакого значения для нашей системы способностей. Потому что способности сами по себе не прокачиваются. Знак мага. Мастер магии. Все, кто носит знак мага, используют более эффективные заклинания и свитки. Ну и также дополнительный опыт в магические... Ну, короче. Усиление магии это неплохо. Не откажусь. То, что касается, соответственно... Увеличения опыта, это немножко мимо. Блин, вчера же тоже был дождь. Вот тоже был дождь. И причем... Ну, не такой мощный, конечно. Ну, я клянусь. Около Вайтрана всегда идет дождь. Короче, зафиксировали. Если обустраивать какое-то постоянное место жительства, это будет не Вайтран и не его округи. Что грустно, потому что мне очень нравятся здесь местные флоры и фауны. Растительность в этих местах прям... Шикарная. Пить хочется. Ну, давай сейчас еще гроза... Метеориты, может быть, с неба пойдут. Не знаю. Давай, ко всему готов. Блин, а как туда поднется-то? Вообще, как будто через... Через вот эту левую сторону я бы удобнее там оказался. К сожалению, заклинание, которое подняло бы меня наверх, нет у меня. А, подожди, либо это вообще не сверху. А, нет, все-таки сверху. И каким таким образом тогда я с этой стороны должен эффективнее подняться? Да господи, что происходит-то? Да, вообще не там я подошел. Абсолютно. Вообще не видно ни хрена. О! Что-то более-менее похоже на подъем. Нет скалы. Может, просто на уверенности? Неа. Слишком, слишком круто, еще и... Скользко. Короче, я знаю, было бы проще забраться на гору каким-то образом, найти нормальный туда подъем и уже оттуда просто спрыгнуть. Но я, правда, я не вижу нормального подъема в это место. Вот разве что как-то вот отсюда забираться. Здесь очень крутые скалы, как бы я, да, вот здесь вначале не залезал. Это мега бесполезно. Поэтому только в эту сторону сейчас вот и идти и смотреть, какие у меня есть возможности. А-а-а-а-а-а. еще замерзну нахрен и погреемся дракончик полетел ну сейчас заберусь на гору и потом спущусь обратно видимо че еще делать вот бы я сейчас круто да в хелгин залетел на повозочке то люди мертвые перекусим я не знаю ну нет спать я здесь точно не буду дохлый номер холодно 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 да господи откуда вы беретесь мне так нравится как это срабатывает периодически просто ну летучая мышь ну взорвалась и не могу перемещаться нормально потому что ноги отмерзли ну естественно тут холодно и дождь идет я вообще не понимаю как с этим бороться факела по моему особо не греет ровно как и желание дальше двигаться у меня особо нет здесь лан пошли не так здесь тепло как мне казалось а вот тут а здесь хорошо ну почти так ладно заклинание мне поможет я не врубаюсь что с этой горой делать есть другой выход из этого города ну правда уже особо на город это не похоже сейчас давай поочередно сначала то зачем я сюда пришел а потом там вот эти драконы разрушенные города не дарить это оно это что мне нужно так ну по идее проблема в том что у меня что-то летит прямо сейчас вау 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 нет я с этим не хочу сражаться совсем не хочу господи куда я залез опять ну куда ну зачем нет типа я бы может этого призрака и вынес но не в этой ситуации солнечный замок манускрипт мауруса готов активация чтобы Scotts а Да тихо там. Блин, я не знаю, это невыносимо просто. Я каждую... Это просто уже не смешно, если честно. Потому что я выхожу в любую секунду на улицу. И в эту секунду и начинает идти дождь. Это... Это чё за бред вообще? Он заканчивать... Ну, типа планирует когда-нибудь вообще? Или всё это навсегда теперь? Загоревший труп, который превращается в пепел. В секунду, когда я до него докасаюсь. Но каким-то образом дневник пережил нападение. Дневник. Итак, этот журнал создает в себе несколько неотмеченных по датам событий. Тяжело поверить, что я уже полностью заполнил дневник. Я никогда не осознавал, какую часть родила я до сих пор не видел. Столько разнообразия и всё ещё такое разрушение от Великой войны. Большая часть истории была здесь потеряна навсегда. Экспедиция скоро закончится и все вернутся по домам. У меня осталась только одна задача перед тем, как я буду делать то же самое. Я хочу отправить другой дневник с моими... А, забыл русский язык, кому он нужен вообще. ...припасами и артефактами, которые мы нашли. Так, вторая запись. Я получил ответ от моих контактов в Скайриме. Всё вроде бы более-менее тихо. Возможно, в первый раз со времён Великого Короля Торога, его смерти, я смогу... Да, я спокойно, в общем-то, ночью смогу пересечь границу. И пока здесь нет никаких имперских патрулей, с которыми нужно разобраться. Третья запись. Не очень-то и скрытно получилось. Я смог преодолеть границу около небольшой деревни, которая называется Хелген, и добрался до перехода Тёмных Вод. К сожалению, я не смог вернуться к своему... Не смогу вернуться к своему лагерю, из-за того, что эта территория полностью кишит имперскими патрулями. Похоже, что они кого-то ищут, кого-то очень важного. Если я не ошибаюсь, они собираются устроить здесь засаду. Это, возможно, именно то, что я ищу в Скайриме, но переход границы ночью не переходя через чекпоинт, в общем-то, это, короче, оказалось крайне хреновидей. Четвёртая запись. Я рано проснулся этим утром с имперским мечом у своей шеи. Патруль нашёл наш лагерь около камня и... Ну, в общем, около вулканических каких-то образований. Я так понимаю, что всё-таки не очень хорошо я спрятался, как думал. Не представляю, куда они нас ведут, но... Меня засунули в какую-то старую повозку и ведут по какой-то ещё более старой разрушенной дороге. По крайней мере, дневник я могу оставить себе. Пятая запись. Камни... Господи, кости шора, если б только я знал раньше. Засада, которую они планировали, это братья бури, которых ведёт никто иной, как Ульфрик, буревестник. Сам. Объяснять нормального времени нет, я... Я сам не могу в это поверить. Если бы... Если бы не дракон, я бы даже не смог это написать. Да, дракон. Большой, чёрный, огромный. Он просто появился из ниоткуда, снёс деревню и вообще всё, что здесь находилось. Генерал Тулей не смог забрать сегодня мою голову или, там, ещё головы нескольких братьев бури. Но это уже неважно. Хадвар и Ралов разбрелись, чтобы помочь выжившим. Они отправились в пещеры несколько часов назад. Что-то в этих пещерах, там, в задней части деревни... Я не думаю, что они вернутся. Я... Не уверен, что вообще сам ли я смогу выбраться из города и добраться до Ривервуда. Кто-то должен их предупредить. Это здание долго не сможет стоять ещё. Я всё ещё не могу в это поверить. Дракон. Прямо как в легендах. Никто дома не поверит мне. Но никто дома тебя уже не найдёт, друг. Так, это здесь, да? Всё-таки. Всё-таки это здесь. Так, ну я не знаю, остались ли здесь какие-то... Люди, вряд ли. После нападения дракона... Руки тоже, а как на руки-то это... Что происходит? Ну, потрясающе. Не, это странно. Я понимаю, что холодно здесь-то. Почему холодно? Тут везде факелы более-менее. Ага, ну... Не, я удивлён, что эта башня вообще стоит. Действительно, братья, буря. И действительно имперцы. Короче, кроме летучих мышей, здесь просто никто, видимо, физически не мог выжить. И непонятно. Здесь, я так понимаю, они просто друг друга поубивали. Не оставив шанса. Здесь какой-то маг. Оно не открылось? Подожди. Я не могу попасть, очевидно, по заклинаниям. Не то, чтобы это какая-то очень проблематичная дверь. Просто хотелось воспользоваться как бы навыками, знаете. Ну ладно. Короче, маг, которому явно не очень повезло в этой жизни. У него книга какая-то. Искры. У меня нет искр. Ладно. Хорошо. Искры так искры. Ну, в общем, снаряжение... Опа, подожди. А, нет, это у меня уже есть. Ну, тут следов борьбы уже никакой я не вижу. Её здесь как-то просто нет. Ничего. Завал! Да ты издеваешься. Класс. Я ещё не смогу пройти здесь. Мне придётся теперь... Не с этой стороны заходить, а искать пещеру. С обратной стороны Хелгена. Я так хотел просто зайти и просто, типа... В нормальном месте, прогретом, походить. Но, видимо, нет. Не судьба. Выживших нет. Единственное, что мы знаем, это... Два мужика, которые... Зашли в эти пещеры, получается. Вот, вроде как, задача их найти. Ну, короче, они должны быть в пещере, которая находится... Как её найти-то? Дождь! Твою мать! Дождь! Кому помолиться? Что сделать? Что сделать, чтобы ты нахрен перестал это делать? Сколько часов он уже идёт? Ну, сколько? Это невыносимо. Давай, где-то с этой стороны должно быть, типа, пещера. А мне всё это время нужен манускрипт Маурлс, если что. Ну, так напоминаю, просто. О! О, они живы. По крайней мере, один. Да тихо! Что это было? Ага. Так, и чего? Ну, я к вам вообще подошёл. Я пришёл посмотреть, что здесь происходит. Что? Ты виноват? Ривервуд будет уничтожить. Ты должен идти осуществить их сейчас! Чего? Нет, ты не понимаешь. Майн. Ха-ха-ха. А тебе оно точно нужно? Чё-то как тут твоего друга... Я пришёл посмотреть, что происходит здесь. Ну, у меня, в принципе, зелья на обои хватит. Ну, щас вернусь. Да. На обычное, слабое. А чё... А! Мне никогда не дадут, да? Всех спустя. Септим. Прости. Мать, зашибись. Теперь я помогаю брату Буря. Тебе называется не лезть в политику. Да, кстати, помимо дракона, тут бесконечно дождь идёт. Не знаю, как мы будем с ним справляться, но... Ну вот. Кажется, на сей раз он совсем улетел. Но он давно улетел. Никак не выяснить, уцелел ли ещё кто-нибудь. Но скоро он будет не протохнуть, а ты перца. Лучше убраться подальше. Моя сестра Герна держит лесопилку в Риган. Дальше по дороге. Уверен, она тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Ну, да. Я, в принципе, с этим согласен, потому что добраться до неё я явно смогу быстрее. Как бы очевидно. Ну, вот и зачем. Вот зачем это нужно было на этот раз куда-то влезать. Ну ладно, это не я влезал. Это так получилось. Если в Морфоле мне стало любопытно и заиграло чувство справедливости, то сейчас чё-то какая-то херня произошла. Надо хотя бы предупредить людей в Ривервуде. А никто дракона не видел, да? То есть, потому что паники я как-то не вижу. А? Нет, дракона видели всё-таки. Что случилось? Дракона видели. Ну, я и с коллегией, конечно. Можем мы поговорить? Алло, Гердур? Алло! Алло, я здесь, Гердур. Говорить будем? Can I help you? Было бы неплохо. Ралов сказал, что ты можешь мне помочь. Ралов? Откуда ты его знаешь? Он мой знакомый. Он сказал, что ты поможешь. Если ты и вправду друг Ралова, я с радостью помогу. Но расскажи всё-таки, как вы с ним познакомились. Ладно. Что происходит? Кот побежала. Мы пообщаемся нормально с тобой сегодня или нет? Если ты и вправду друг Ралова, я с радостью помогу. Ну, расскажи всё-таки, как вы с ним познакомились. Так, он мой друг. Если ты и вправду друг Ралова, я с радостью помогу. Но расскажи всё-таки, как вы с ним познакомились. Ну, дракон напал на Хелген и разрушил его. А мы с ним сбежали. Дракон? В Хелгене? Не может быть. Хотя, теперь понятно, что я видела. Он летел над долиной с юга. Я-то подумала, что мне просто привиделось. Ну, он улетел по направлению к вам, должно быть, его ты и видела. Это верно, я его видела. Но как же это возможно? Драконов не существует. Это же только старые сказки. Не знаю, но я почему-то тебе верю. У тебя такой вид, будто за тобой вправду гнался дракон. Это не из-за этого. Сперва война, теперь драконы. Куда катится этот мир? Надо сообщить Ярлу, что в округе объявился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балграфу в Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Да я туда и собирался, на самом деле. Равлафу привет! Бля, я не могу, дождь закончится сегодня или нет. Мне физически больно уже на него смотреть. Получу заклинание? Да ладно, не может быть! Правда? Дождь заканчивается, серьезно? Удивительно, такое бывает. Так, блин, из чего начать? Надо сначала вроде... Я сначала схожу за манускриптом. Я, короче, не представляю, каким именно образом это связано, но тем самым, что я активировал три камня, это должно было открыть вот эту дверцу в полу. в пещере в той... Это каким-то образом... Я не знаю, как этот механизм должен работать. То есть это... Это не то чтобы магия, не то чтобы механизм. Типа, что это, как это работает? А дракон-легенда, это, конечно, замечательно все, но дело в том, что... Многие легенды оказываются правдой. Так бывает. Так, где-то есть, типа, более, да, быстрый заход. Надеюсь, это мне поможет. Так. Да, запечатанный люк просто открыт теперь. Здесь действительно манускрипт... Мауруса. И что в нем? Для активации какого-либо улучшения из манускрипта Мауруса используйте соответствующие заклинания своего арсенала. В странице мусорит заполненный полезнейшей информацией, заметками и измышлениями Мауруса. Используя опыт его исследований, вы можете получить преимущество и в своих. Вы получаете возможность при изучении манускрипта получить дополнительное очко навыков за каждые 20 обнаруженных локаций. Для этого выберите пункт «Изучить». Манускрипт может использоваться лишь один раз в день. Вам будет предоставлено для выбора несколько опций, зависящих от установленных модов. Понятно. Когда вы выберете улучшение, вы сможете использовать его либо один раз в сутки, либо пользоваться его эффектом в течение суток. Нижний найдет список модов совместимых. Так, бла-бла-бла. А где вот именно? А, ну вот это оно и есть. Так. Сокровище определяет местонахождение одного сундука с уникальным сокровищем. Этериевая броня. «Ископаемая окаменелость у трофейной феи. Выставьте в музее 12 или более банок с феями, чтобы иметь возможность получить талант друг феи, делающих сприганов и хищников невраждебных к вам. Аквариумы выставьте в музее 8 аквариумов, чтобы получить способность плавать на 50%, видимо, быстрее. И 16 аквариумов, чтобы для возможности дышать под водой. Добавляет случайный маркер на карту одного из этих модов после птака. А при этом я получил какое-то заклинание. Но я так понимаю, что это заклинание, оно... Скорее всего, дает сделать что-то из этого просто. Да. Так, ну-ка. Ага. А, вот изучение. Так. Изучение этого кодекса Здесь написано то же самое, так, ну, изучать. Красноречие прокачалось. А, ну, он дает рандомный скиллпойнт в рандомную ветку. Так, если отмена... Короче... А как, подожди, это работает? То есть здесь сейчас их 7. Я могу изучать до 7. Почему-то постоянно закидывается в красноречие. Стрельба. Но это... Это крайне... Так, не очень... Восстановление. Неплохо. А можно в разрушение, там? И, видимо, потом оно будет как-то восстанавливаться. То есть сейчас у меня их 0. Я больше не могу этого делать. Ага. Интересно. Ну... Неплохо. Наверное. Так, Ярва Вайтрана, Ярва Вайтрана. А Ярва Вайтрана... Проблема не в Ярле Вайтрана. Проблема в том, что, по-моему, меня там... Одна... Мадам не очень жалует. Просто по факту моего существования. Я даже не знаю, почему. Я вот не знаю, она сейчас позволит мне вообще нормально поговорить с Ярвом. Или нет. Мадам не в Ярвом. Блин, я помню. Мы же даже, когда уходили из Вайтрана, шел дождь. Он идет здесь. Перманентно. Потому что нападали бандиты. Я с ними быстро разобрался. Получил награды. И... Уехал. Но был дождь. Это... Это удивительное место. Это... Я говорю, Вайтран, он... Он заколдован как-то. Я не знаю, как. Но он точно заколдован. Я был уже в нем много раз. Но у меня новость о драконе как раз. Без проблем. Как скажете. Дело-то просто серьезное. А еще... Дополнительная возможность для всяких исследований и артефактов. Типа, блин, дракон, это же круто. Блин, вообще, если так суммировать, после приезда в Скайрим, что произошло? Значит, задача была немножко подтянуть магию. Стал архимагом коллегии. Да, это во-первых. Значит, стал архимагом коллегии. Был интерес поработать с некоторыми, скажем так, магическими артефактами. Устроился, значит, партнером в музей, который буквально хранит в себе чуть ли не вообще все возможные артефакты в Скайриме. Что я упустил? А, дневник Мауруса нашел. А вот, ну, драконы. Да, вот драконы. Там, о которых писали легенды. Значит, вот. Один улетел у меня на глазах из города. В целом... Это того стоило, да? Так или иначе. Любовь! Даже будучи твоей... Любовь! А можно в таком виде идите, Керл? Или, наверное, не важно. Наверное, не важно. У нас, в будущем Скайрима. Будущее Камриэля! И вот в чем суть, друзья. Вот она суровая правда. И дети, человек. Малу, бог, человек. Извините, простите. Так, я не знаю, как барышня будет сейчас реагировать. Потому что... Я говорю, последний раз мой заход в драконий предел как-то хорошо не закончился. Блин, а учитывая, что... Учитывая, что они сейчас еще всех проверяют, это будет еще более жесткий контроль. Не убивайте, пожалуйста. Просто я с информацией о драконах. Я буквально помочь пришел. Я уже в некотором смысле специализируюсь на таком дерьме. Есть ли вести, которые пришли из Хелгена, что я, по-твоему, должен делать? Так, тихо. Ой, господин, прошу вас, сейчас не время для безобиден. Я безобиден. Я просто говорю, что нам следует собрать... Я помогал городу. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. У меня новости из Хелгена по поводу нападения дракона. Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Спасибо. 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 Ну, да, дракон уничтожил Хелген. И последнее, что я видел, что он направлялся, в общем-то, в эту сторону. В сторону Вайтрана. Во имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь, Провентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Ярл Фолкрита воспримет это как вызов. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжет мои владения и убивает моих людей. Айрилет, немедленно напряг отряд в Ривервуд. Да, мой Ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Где она? Платье шьется не так быстро, да, Годи? Имей терпение. Я бы пообщался с магом. Не хочу терпения. Хочу платье. Папа обещал. Ты только и делаешь, что жалуешься и орешь. Какая же ты избалованная. Я все папе расскажу, как ты обзываешься. Он тебя накажет. Лаборатория такая. Господин, голубь, я нашел кое-кого, что поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ей все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю добыть, я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Ничего необычного на самом деле. А как это связано с драконами? А, не просто брус, брус, но и думатель. Может, даже учитель? Видишь ли, когда начали ходить истории о драконах, многие отмахивались от этих слухов и мифов, как от невероятного. Верный признак дурака — отметать как невозможное все, что не подтверждается его личным опытом. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад и откуда они взялись. Так что от меня требуется? Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Что ты можешь еще рассказать о храме Ветреного Пика? Древняя гробница, выстроенная нордами, кажется, еще до войны драконов. А, ты, наверное, хочешь узнать, как туда попасть. Он рядом с Ривервудом, крошечной деревушкой на юг отсюда. Уверен, как будешь там, местные подскажут тебе дорогу. А откуда ты знаешь, что эта каменная скрижаль находится именно в храме Ветреного Пика? Ну, нужно же хранить профессиональные секреты, верно? У меня есть источники, надежные. И которые я не знаю. А ты единственный МакВайт Раня? Полагаю, да. Формально, разумеется. У нас в городе есть жрец со жрицей, алхимик, кто-нибудь еще наверняка практикует. Кстати, раз зашла речь об алхимиках, у меня для Аркадии есть морозная соль. Она просила достать для какого-то зелья. Тебя не затруднит отнести соль Аркадии? Думаю, она найдет, чем тебя отблагодарить. Ну, я не гоняц же. Так, посмотрим. Одежда со следами странствий, изношенная обувь, взгляд пустой и интеллектом не обремененный. В целом, да. А в целом... Может... Знаешь, что... О, я-то знаю. Я хочу знать, как нам победить этого дракона или драконов. Как можно скорее. Пока не поздно. Конечно, Ярл Балгру. Спасибо вам за то, что нашли мне помощника. Я уверен, она проявит себя наилучшим образом. Добейся успеха, и тебя ждет награда. Вайтран будет перед тобой в долгу. Кто, твою мать... Для него изношенная одежда это признак гонца, если что. Так, понятно. Ладно, короче, в любом случае с драконом разобраться надо. Поэтому в храм сходить все-таки придется. Но перед этим... У меня есть что-то для билетора, кстати. Я могу сходить продать. Ну а про изношенную одежду и, в принципе, стрепанный вид надо бы зайти в таверну помыться. Да и вообще в целом поспать, придохнуть. День такой интересный получился. Насыщенный всяким... Всяким... Разным очень мусором. Манускрипт есть. Я немножко другого от него ожидал, наверное, но все равно неплохо. То есть, получается, каждые 20 найденных территорий от исследований у меня появляются возможности прокачивать навыки. Не обязательно магические, но типа тоже неплохо. Билетор. Все продается, дружок. Все. Ха, была бы у меня сестра, вмиг бы ее продала. Как хорошо, что я не твоя сестра. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Сейчас у тебя их поприбавится, потому что у меня-то деньги... А, у меня денег, кстати, нормально даже было. Более-менее хорошо. Итак, это у меня все для... Это все нужно. Как всегда, всякие амулеты... А, он мне дал полностью эльфийский сет, что ли? Но оно мне не надо. Эльфийская броня у меня есть. Это не та легкая броня, в которую я бы ходил. Хотя, на самом деле, пока, наверное, ничего другого нет. Может быть, это оно. Надо меч у него присмотреть. Есть у меня некоторый интерес. Что-то как-то бизнес-билетер у тебя идет так себе, что ты не можешь позволить себе вот это купить. Поэтому нас забирай в ноль. Есть что-нибудь у него интересное? Вижу, что нет. Я так думал, может, найти какой-нибудь меч попробовать. Просто, если я сейчас пойду в обычные нордские руины, там будут драугры, то можно попрактиковаться с мечом. Блин, я так выбесил, я даже заклинание у него не спросил. Они наверняка какие-то у него есть. У Фаренгара, имею в виду. Заходи. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь у огня. А я... Комнату же у тебя тоже можно снять, я думаю, да? Да шо ж вы разговариваете, сегодня все не хотите с первого раза. А, понятно. У вас только владелица. Хуль, подожди! Видишь тех воинов из Хаймерфела? У них кривые мучи. Кривые мучи. Да ну и что? Ну кривые, кривые. Комнату ты снимешь меня? Хорошо. Она твоя, Надень. А ванну? Спасибо. Вот, это тебе. Отлично. Я покажу тебе твою родную. Будем мы день за днем. Показывает мне ее как будто я здесь первый раз. Сдохнет ульфрик изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас пир горой. Так. Плачь, слава богу, плачь тоже считается. Какое-то мыло-то у меня осталось вообще. Да. дать. Но прежде очистим мы мучизну свою, не уступим мы наших надежд воронью. Барт, надеюсь, заткнется сегодня, потому что выбесил меня. Спать невозможно. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Тихо. Может, какой-то конфликт непонятный. Допустите ж вы меня в мою комнату. Ну, у нас это не... Да. Нестабильно происходит. Такое бывает. Так, давай, быстро перекусим чего-нибудь на ночь. Не знаю, у меня мясо краба тоже. зашкнешься когда-нибудь. За что, господи? Так, 8 вечера. Давай прям по полной программе часиков 9. Как раз выйдем там к утру дойдем. Ну, не к утру. К дню. 5-6. Так, 280 навыков у нас есть. И дай-ка угадаю, следующий потолок разрушения это где-нибудь 70. Да ладно? Да ладно? 72. Охренеть. Неплохо. Так, 72-72. Но это еще, да и это все, дохрена еще уровней на самом деле. Энчантинг туда же, потому что я хочу его тоже дотолкать основательно. Ага. Так, хорошо. Отсюда. Ну, давай, у меня есть лишнее. Давай, будет еще восстановление до 50 пока. И... продолжаю топить одноручку. Правда, надо начинать уже наверно одноручкой пользоваться, а не так чисто на академическом уровне что-то понимать, как это именно делать. А как это так, подожди? Аааа, потолок определяется не просто одноразовой прокачкой. Это, видимо, имеет какую-то зависимость от моего общего что-ли уровня. Ну, судя по всему, наверное, так, да, это логично, отчасти. Так, ладно, 70, ну нормально, 70 пойдет, давай еще восстановление тогда до конца. И хорош. Перекусить, а чего-то у меня осталось, давай сыр, стейк, чаечком запить нормально. Так, ну да, в этой таверне комната все еще просто проходной двор, ведь брат все еще хочется. Отлично. Так, ну и давай, у меня тут общие, я же как раз хотел, вот, появились новые скиллы. Электрические заклинания обездвиживают цель, не имеющую сопротивление электричеству, если ее запас здоровья меньше 25% от максимального, а огонь... Огненные заклинания, кроме требующих концентрации, сжигают трупы в прах, создавая погребальный огонь на 30 секунд. Горящая земля при контакте наносит 50 единиц урона в секунду в течение 5 секунд. Мир в огне. Мгм, интересный навык. А у меня здесь других, типа, новых уровней не было, да, чтобы что-то усилить. Обездвиживают цель, не имеющую сопротивление запас меньше. У них-то вообще шансов не будет, ну да, давай. Я больше по электричеству, поэтому да, в изменении появилась какая-то вот тут новая ветка, смотрю. Каждый раз, когда вы сотворяете заклинание одной рукой, рейтинг брони... Ммм... Не особо интересно. Ваш запас неоснан, эта хрень тоже полная, если честно. Выберите тип заклинания. Доспех, плащ, призыв, дедр, поднятие нежити, невидимость и три магических эффекта. Выбранный эффект активируется, когда вы оказываетесь под влиянием выбранного заклинания. То есть, грубо говоря, если... Вы магии, атрибуты, помощь. Зачарование что-то новое. Все зачарования на экипированном оружии и доспехах на 10% мощнее и длятся на 10% дольше. В смысле, длятся дольше. Типа, а, запас, наверное? А давай-ка восстановление что-нибудь. Типа... Чё тут вот, например, есть? Два духа наставника. Ходят по Скайриму. Вот, ищите их и поговорите с ними, чтобы получить благословение, навсегда увеличивающее мощность заклинаний и восстановление на 1% за каждые 20 единиц запаса магии. Каждый дух наставник благословляет лишь один раз. Заклинание школы восстановления на 30% мощнее, если у исцеляемого меньше половины запаса здоровья. При вступлении в бой вы восстанавливаете свой запас магии на количество равное половине урона... Угум, уровня. Так, смотри, я хочу, да, восстановление прокачать, но пока что... Где? Одноручное оружие, а базово у меня уже прокачено. Больше урона... Так, ага. Ну, меня здесь, потому что интересует только одна ветка. Это... Ладно, хорошо, меня интересует запас сил при силовых атаках. Это да. Урон увеличивается, это разблокирует обезглавливание. Ну, тоже было бы неплохо, наверное. Меня... Вот, мечи. Атаки мечами уменьшают уносимый противником урон на 10% на 3 секунды. Кинжалы не особо интересны, с двух рук тоже неинтересны. То есть, мне вот нужна вот эта ветка с мечом полностью и силовые там атаки. То есть, все, что именно на запас сил влияет. Если вы держите оружие только в одной руке, то урон по цели, которая замахивается для удара или натягивает лук, на 40% больше является критическим. Вот это неплохо. Короче, да, я, наверное, прокачаю вот этот навык. Не знаю, найду какой-нибудь меч и начну тренироваться. А тут что открылось? Во время боя обычно атаки одноручным оружием накапливают заряды. После достижения 8 зарядов ваша следующая силовая атака одноручным оружием носит, понятно. Короче, там полноценно все очень красиво и интересно, но для этого нужно сначала меч. Проблема в том, что у меня его нет. Но да ладно. Так, ну и все, пошли в храм.